Субтитры создавал DimaTorzok И с фейсбука пишут в личку Многие люди, оказывается, нас узнали не только среди наших кооператоров и дачников Оказывается, слава уже пошла дальше, уже в районы пошла слава И в город Был даже случай, когда человек вообще из другого города написал Потому что у них была аналогичная ситуация с их кооперативом То есть нас видят, нас слышат и нам сочувствуют И многие люди пытаются нам помочь уже Одни предлагают свои услуги через госструктуры Другие предлагают помощь в организации юридической поддержки То есть это очень приятно, что в самом деле люди оценили вот ту степень зла Которая присутствует у нас в кооперативе И один из людей вчера мне прислал очень интересный репортаж О том, как было проведено собрание в 2017 году На котором Павлова держала отчет о проделанной работе И вот вы сейчас увидите это видео, услышите вот те цифры Я вас прошу очень внимательно, если нужно, просматривайте повторно вот эти моменты Оцените цифры, оцените масштаб того, что сейчас происходит И вы поймете, насколько они еще с 2017 года, а я думаю, что возможно даже раньше Начали свои темные делишки Ну, я думаю, что этот репортаж вообще-то является, может быть, даже где-то и приговором В работе Павловой и Кузнецовой Чего только стоит одна фраза Павловой Что мы за счет средств кооператива купили счетчики И людям поставили эти счетчики и вернули, мол, деньги обратно ту же самую сумму Это вообще элементарное вранье Потому что я уже вам рассказывал о том, что я звонил на завод Ник И узнавал стоимость оптовую вот этих счетчиков Она была 390 гривен за счетчик сложной конструкции Там просто есть два варианта, была более сложная, более простая 390 гривен Павлова брала с людей 500 гривен С кого-то 550, с кого-то 500 И за работу 350 Причем это все как бы варьировалось С хорошего, с плохого человека, больше, меньше А учитывая то, что все счетчики были проданы с прибылью Потому что Павлова просто не могла покупать счетчики за 500 гривен И за 500 же их продавать нашим дачникам То раз была прибыль, то как же вот эти наши начальные установки Что мы не прибыльные Раз мы не прибыльные Так пожалуйста, закупите по решению нашего правления Или по решению собрания Оптом, огласите сумму А здесь мало того, что они нигде не указали Где покупали, у кого За какие суммы Так у нас же были случаи, когда людям ставили старые счетчики То есть поставили старый счетчик Старый счетчик поставили Где-то, возможно, даже списанный Из людей взяли там 500 или там 550 гривен То есть вы понимаете, насколько эта парочка почувствовала себя вольно В нашем кооперативе Но сейчас идут другие рассмотрения по документам Я думаю, что нашему нынешнему правлению Уже стоит заставить Павлову и Кузнецову Или даже, может быть, самим обратиться в банк И взять выписку из банка за последние 4 года Чтобы можно было четко увидеть, что творилось у нас по счетам И сравнить это с теми взносами и квитанциями, которые есть у людей на руках Вы же понимаете, я уже рассказывал, что Не зря пропала у нас вся документация за 2019 год Павлова и Кузнецова А вы ничего не можете сказать про ящиков, которые выносились из нашей конторы А ну-ка вспомните Что в этих ящиках было Я думаю, что не яблоки и картошка Ну, а тем не менее По официальной версии Павлова и Кузнецовой Наша документация была украдена Поэтому нынешнее правление Пожалуйста, еще раз Попробуйте остаться все-таки порядочными людьми И порядочными не только перед дачниками, но и перед собой Чем больше вы будете терпеть вот этих двух руководительниц, в кавычках Тем хуже будет нашему кооперативу в целом Поэтому наслаждайтесь видео Запоминайте цифры И вспоминайте то, что говорилось Павловой и Кузнецовой на собраниях Что было обещано и что реально стало Приятного просмотра Вот результат нашей работы 88 тысяч вернулись на расчетный счет нашей организации Предоплата членских взносов на 18-й год 1115 гривен Два человека, которые посчитали, что у нас недостаточно, наверное, средств Они уже внесли предоплату Тем не менее, мы ее учитываем Это денежные вложения в наш бюджет Целевой сбор 17-го года Это 250 по 250 гривен, которые мы собирали на оптимизацию скважины Собрали 55 679 гривен 80 копей 55 679 гривен Долг на сегодняшний день по целевому сбору составляет 50 570 гривен Вступительный взнос новых членов ОКС Театрада 7 900 гривен Заплатили люди, которые в этом году приобрели участки И стали новыми членами нашего садоводческого кооператива Вступительный взнос, напоминаю, на сегодняшний день составляет 1280 гривен Возмещение по закупке электрооборудования За те деньги, за части взносы мы закупаем, еще раз повторяюсь, да Приборы учета и все это непредлагающество После установки люди нам размещают все эти затраты Сегодня мы платили эту сумму на сумму 13 510 гривен То есть деньги, которые мы запратили, они возвращаются к нам обратно Значит, интернет заплатили по договору за использование наших опор Наше мнение электропередач, они нам заплатили на расчетный счет 4 531 гривен на 80 копеек Оплата за плот прошлые периоды, что сюда входит? Письма, уведомления, скважины, долги по самим скважинам Дороги, налог на землю за 16 год, который мы взимали В силу того, что работали в 16 году по смете предыдущего руководства Мы обязаны были это закрыть в 16 году, поэтому мы эти денежные следствия собирали Сумма составила 4424 гривен 38 копеек Но на сегодняшний день долг составляет 12 826 гривен 09 копеек Оплата за воду, печальная тема для разговора Значит, за воду нам заплатили за весь период с октября 2016 года По 1 августа 2017 года 16196 гривен 56 копеек Печально Почему? Мы пошли навстречу Мы закупку воды установили стоимость 2,50 Почему люди не платят? Большой вопрос И что с этим делать? Мы сейчас будем решать управление Что с этим делать? Либо мы будем устанавливать водомеры по улицам И контролировать подачу воды по улицам И распределять количество забираемой воды на всех членов Комператива по этой улицам Я просто другого выхода не вижу Уже вода 2,50 должен уплать Уже вода 2,50 и он умирается Он умирается Он умирается Он умирается Он умирается Они получили штраф По этому поводу Но 2,50 2,50 Ну что еще дешевле вообще У нас может быть Процесса сегодня В электричество Время на 60 8 насос 24 часа в сутки работает Сколько он потребляет электроэнергии? И два насоса работает И за 2,50 Умирается варапай Господа у нас просто стыдно Позор Оплата за электричество Значит, за электричество За весь этот период Мы собрали 252,980,39 грн Потери за прошли периоды По трансформаторам Линейные Это за 2016 год 14,161 грн 94 копейки Долг составляет 5,378 грн 2 копейки Административный сбор Это тот сбор Который Представляет собой 10% От потребляемой Электроэнергии Значит, мы его собрали В размере 14,916,08 копеек Долг на сегодняшний день Составляет 2,125,47 копеек Сумма 14,916 грн И долг 2,125 Это говорит о том Что в основном Люди платят И мы вам очень благодарны Аренда магазина Аренда магазина Аренда магазина составила 2,020 грн Это я вам рассказала О всех поступлениях О поступлениях О поступлениях Денежных средств По статьям Расход Расход Денежных средств По банку За период С 1,20-го С 16-го Года Под 0,01-го До 8-го Семнадцатого Это расходы Расходы Все что ушло С нашего расчетного счета Услуги банка 1,991 грн 41 копейка Военный сбор 511 грн 49 копеек НДФЛ 6,020 грн 35 копеек Едино-социальный НЕСР 7,457 грн 18 копеек Заработная плата Павлова Елена Михайловна И Живолух Людмила Георгиевна За 11 месяцев Нашей работы Мы получили 19,857 грн 99 копеек Чтобы не говорили Что я получаю 4-5 тысяч грн Значит, моя заработная плата Как и заработная плата Кассира Живолух Людмила Георгиевна Проходит через банк Заработную плату Мы получаем По карточкам Наша сумма За 11 месяцев Составила 19,857 грн Можно я Помесячно Помесячно Это составляет 1600 грн Зарплата председателя И 900 грн Зарплата кассира Оплата в РЭС Доплатили За весь торфей 328 тысяч 328 тысяч 975 грн 12 копеек Аудит 11 500 грн Хозяйственные расходы 73 тысячи 907 грн 27 копеек Административные расходы 3 тысячи 704 грн 49 копеек Итого Расходы За 11 месяцев По банку Составили сумму 453 тысячи 925 грн 11 копеек Расходы Денежных средств По кассе Наличные Оплата За электричество В октябре месяце Мы за электричество Облатили Наличные 26 тысяч 923 грн 79 копеек Оплата По гражданскому За правовую Договора 84 тысячи 638 грн 80 копеек Административные Расходы 4 тысячи 887 грн 48 копеек Хозяйственный Расходы 83 тысячи 150 грн 44 копеек Заработная плата В октябре месяце Вот в тем 19 тысячам Заработную плату Мы с Я и Жилогуб Людмила Георгиевна Получили 3468 грн 82 копеек Итого Расходы По кассе Составили 202 тысячи 869 грн 3 Грин 202 тысячи 869 грн 30 копеек Оплата Оплата За электричество Зависит Этот период за 11 месяцев Зачитывать По месяцам Не буду Конечный Результат Значит Собрали Сумму Еще раз повторяю 252 тысячи 980 грн 39 копеек Плюс Потери За 16 Грин Которые В том числе Пошли На погашение По определенной Электричества И оплаты Согласно Счетов Выставляемых РЭС Потери Составили 328 тысячи 980 грн 18 копеек Административный сбор 14916 грн 08 копеек Он также Вошел в оплату За потребленное Электричество Счета Счета Которые Мы оплатили В РЭС За электричество Составили 328 тысяч 975 грн 12 копеек То есть То есть То есть То что мы Собрали Плюс Плюс Потери За 16 Год Плюс Административный Сбор Не дал нам Не уравняло Потребление Согласно Дотация Составила За 11 месяцев Дотация Из Женских Составила 51 тысячу 197 грн 48 копеек А теперь Скажите Неужели Вот эти деньги 51 тысяча Это не много и не мало Но мы могли бы Эти деньги Задействовать Совершенно Другому направлению На благоустройство Нашего сообщества Мы Возвращаемся к тому Что Просит Еще раз Меняйте Счетчики Прибора учета Ставьте на электроны Дисковые счетчики Не фиксируют В полном объеме Кто Не желает Добровольное Наверное Будем делать это Принудительно Потому что Колоссальные деньги Мы теряем 51 тысяча Тут Приводить в порядок Надо Контору Которая Крыша Падает Крыша Мы Этой зимой Сидели На голову Капали И не только крыша Много На голову Куда Можно Вложить 51 тысяча По Электрическому Вопросе Есть Нет Расходы На оптимизацию Скважины Целевой сбор 17-го года Приход Составил Еще раз Повторяю Приход Составил 55 тысяч Сколько потратили на Крым 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 こ Крым See Бан Мрач Дотация 34599 и долг Составляет 50 000 Я отчиталась. Все, что записано у меня, мой обчим, будет вывешено в конторе. Вы сможете подойти и ознакомиться. Пожалуйста, есть у кого-то вопросы? Подойдите, задавайте, поднимайтесь, спрашивайте. У нас есть сколько? 400 килограмм. Мы отходим сколько? 4 тысячи, так?